12 стульев. По стопам Ильфа и Петрова пошли ивановские музейщики и назвали новую экспозицию аналогично легендарному роману. Хотя на выставке раритетной мебели стульев все-таки 15. Гамсовская мебель – целое стилевое направление мебели в 19 веке. Его основатель Генрих Гамс работал в Санкт-Петербурге. Фирма выпускала, как сказали бы сегодня, ультрамодные, качественные и комфортные стулья и кресла. Гнутые сидения, спинки и ножки – фирменный стиль мастеров-изготовителей. В таких креслах могла сидеть и дворянская, и московская, и петербургская, знать. Возможно, сидел в таком подобном кресле Александр Сергеевич Пушкин, поскольку известно, что у Эрнеста Гамса он приобретал мебель. У Ильфа и Петрова центром сюжетной композиции было 12 гамсовских стульев. На выставке в Иванове их только два. Зато много еще других, не менее любопытных образцов. Вот, например, деревянное кресло конца 17-го столетия. По тем временам – парадное и торжественное. Если верить надписи, на спинке сзади кресло принадлежало сенатору Василию Суворову, отцу знаменитого полководца Александра Суворова. А поступило это кресло в фонды музея в 1940 году от Лежневского краеведа Волкова, жителей деревни Дудина. Эти земли когда-то и являлись вочинными имениями Александра Васильевича, ну и его отца, соответственно, Василия Ивановича Суворова. Раритетные стулья сохранились и в памяти наших современников. В доме у родителей Ольги Баштовой стояла гамсовская мебель. Для нее эта выставка – путешествие в детство. Когда домой попала, туда в детство свое. Но, к сожалению, сейчас это ничего не сохранилось, потому что все сгорело на даче. Спалили у нас дачу, мы перевезли все это на дачу, когда квартиру получили. Там все сгорело. К счастью, к этим стульям судьба более благосклонна. Увидеть их может каждый желающих в доме музея семьи Бубновых. Экспонат с элементами неоготического стиля, пожалуй, самый скромный и молодой в представленной коллекции. Но какое колоссальное значение для ивановцев имел его хозяин. Владельцем стула был Константин Фролов, инициатор создания меланжевого комбината. Есть в этом какая-то магия, когда вечно много лет переживает своего хозяина, сохраняя память о нем и его делах. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.